Почему ваша собака идет за вами в ванную? Для тех, кто задавался этим вопросом, вот ответ на этот вопрос. Почему ваша собака идет за вами в ванную? Вот одна правда, с которой согласен каждый владелец собаки. Это то, что щенок вашей жизни – это одна из лучших вещей, которую может пережить человек. Любовь собаки бескорыстна и не требует отдачи, и она выражает свою любовь разными способами. Если вы разгадаете причуды вашей собаки, вы станете понимать ее еще лучше. Часто владельцы собак задаются вопросом, почему моя собака идет за мной в ванную? Этому поведению есть несколько причин, и мы расскажем вам о каждой из них. Но сначала нажмите на красную кнопку «Подписаться». Теперь у вас есть доступ к сотням поразительных видео, которые уже ждут вас. Также не забудьте включить уведомления, чтобы не пропустить ежедневные обновления. Если вы счастливый обладатель собаки, вы, вероятно, знакомы с этой маленькой причудой вашей собаки. Когда бы вы не пошли в ванную, ваша собака следует за вами. Если вы считаете, что собака просто шпионит за вами и собирает на вас компромат, подумайте еще раз. Прежде всего, вы должны помнить, что собака – это стадное животное. Вот почему они начинают чувствовать себя несчастными, когда остаются одни. Когда вы дома, собака ни на миг не оставляет вас одного. Понятия «быть одному» для собаки не существует. Когда они в стае, они постоянно взаимодействуют друг с другом. Они едят, играют, охотятся или охраняют дом вместе. Поэтому они не понимают, когда вы хотите уделить время исключительно себе. Собака считает, что делает тебе одолжение, когда сопровождает тебя в ванную. Более того, они пытаются встать к вам как можно ближе, на случай, если вам что-то понадобится. Вторая возможная причина этого в том, что ваша собака защищает вас. Велики шансы того, что ваша собака следует за вами в ванную, чтобы убедиться, что вы в безопасности. Пока вы заняты тем, чем вы можете быть заняты в ванной. Вы не можете защитить себя, если это станет необходимо. Но не волнуйтесь, если на вас нападут, вас защитит ваш пушистый защитник. Еще одно объяснение маленькому капризу вашей собаки. Но оно не столь альтруистично, как предыдущие. Ваша собака может быть попросту любопытна. В конце концов, это их дом. И если в нем что-то происходит, они должны быть частью этого. Более того, большинству собак не хватает эмоционального возбуждения. Они могут заскучать, когда вы на работе. Поэтому, когда происходит нечто необычное, например, развлекательный поход в ванную, собака хочет принять в нем участие. Значит ли это, что вы никогда не сможете сходить в ванну один? Такая вероятность существует, если только вы не научитесь отвлекать вашу собаку, чтобы выиграть немного драгоценного времени на себя. Один из лучших способов отвлечения – съедобная игрушка. Она на какое-то время займет вашего питомца. Как результат, ваша собака счастлива. И вы счастливы. Потому что никто не ломится в вашу дверь ванной. Однако совместный поход в ванну – не единственная загадочная вещь, которую делает ваша собака. Вот еще несколько других милых привычек, которые есть у большинства собак. А также объяснение этих привычек. Ваша собака строит вам щенячьи глаза. Если мы говорим о людях, и кто-то смотрит на вас щенячьими глазами, то он что-то хочет от вас. Но если это ваш песик, то причина здесь абсолютно другая. Когда собака строит вам щенячьи глаза, это значит то, как сильно она вас любит. Вы должны дорожить этим, потому что это знак, что собака доверяет вам и обожает вас. Ваша собака приносит вам маленькие подарочки. Что ж, это на самом деле не подарки. Просто собака приносит вам то, что помещается у нее во рту. Чаще всего это игрушки или обувь. Вы можете запутаться. Вы не играете с собакой. Она подходит к вам и бросает к вашим ногам какой-либо предмет. Она хочет поиграть? Удивительно, но нет. Ваша собака дарит вам подарок, чтобы самый любимый человек на земле, это вы, был доволен и счастлив. Ваша собака прижимается к вам. Собаки, они как люди. Они любят обнимашки, так же, как и мы с вами. Или даже еще сильнее. Одни собаки любят обниматься больше, чем другие. Если вы владелец такой собаки, вы знаете, каково это. Ваша собака подходит к вам и прижимается к вам всем своим весом. Это значит, что ваш питомец просит больше ласки и объятий. В этот момент им важно почувствовать любовь и что они в безопасности. Поэтому не сомневайтесь и обнимите своего любимца. Ваша собака понимает, когда вам грустно. Живя вместе сотни лет, собаки развили идеальное партнерство. Поэтому неудивительно, что ваша собака чувствует, что вы расстроены или нехорошо себя чувствуете. Вы не можете скрыть своих эмоций от этих существ, обладающих поразительной интуицией. Они чуют, что вам нехорошо по языку жестов и тому, как вы пахнете. Когда собака понимает, что с ее любимым человеком что-то не так, она делает все, чтобы успокоить его и заставить снова улыбнуться. Ваша собака лижет вам лицо или ноги. Это привычка по нраву не всем владельцам собак. Если вы папа или мама щенка, вам придется иметь дело с его мокрыми поцелуями. Чаще всего ваша собака лижет вам лицо или ноги. Если ваша собака выбирает для своих мокрых поцелуев лицо, этим они показывают вам, как хорошо они себя чувствуют. Это один из способов, которым собака показывает вам безусловную любовь. Также облизывая ваше лицо, собака дает понять, что вы доминантный партнер в этих отношениях. Если собака лижет ваши ноги, это значит, что она избавляется от стресса. А если собака облизывает ваших детей, так она показывает свою материнскую любовь. Она считает, что дети – это так же, как и ее щенки. Ваша собака спит в вашей спальне. Вы можете испытывать дискомфорт, когда оставляете своего бедного питомца одного дома. Но не расстраивайтесь сильно. Велики шансы того, что ваша собака уже свернулась комочком на вашей постели и видит прекрасный дневной сон. Таким образом собака чувствует, что вы рядом, даже когда вас рядом нет. Так они чувствуют себя в безопасности. Ваша собака сходит с ума, когда вы приходите домой. Когда вы приходите домой, пусть даже после 10-минутной отлучки, ваша собака ведет себя так, будто и не надеялась снова увидеть вас. В результате комок шерсти оголтела носится по всему дому, прыгая и облизывая вас. Причина этого перевозбуждения в том, что собака не может выразить свои эмоции словами. Эти животные чувствуют дружбу и счастье так же, как люди. К сожалению, они не могут сказать «Я так сильно по тебе скучал! Я думал, ты бросил меня!» Вместо этого они показывают свое счастье, вертясь на месте и снося все на своем пути. Ваша собака хочет обнимашек после еды. Если вы не имели дела с собаками, знайте, что вы не должны тревожить животное, пока оно ест. Они могут вести себя очень агрессивно, так как они инстинктивно думают, что вы можете украсть их еду. Но если ваша собака прижимается к вам после еды, это лучший комплимент, который вы можете получить от нее. Это значит, что ей рядом с вами комфортно. Это доверие дорогого стоит. Ваша собака подмигивает и косится на вас. Доказанный факт, что собаки имитируют мимику человека. Если ваша собака подмигивает вам, скорее всего вы делаете то же самое. А взгляд искоса значит, что собака хочет привлечь ваше внимание. Возможно, она хочет обниматься или играть. В любом случае собаки часто используют глаза, чтобы показать, что им что-то нужно. Ваша собака трогает вас лапой. Когда собака подходит к вам и поднимает лапу, это значит, что ей от вас что-то нужно. Когда собака трогает вас лапой, она становится центром вашего внимания и использует это в своих интересах. Может, ваш питомец хочет играть или, может, он проголодался. В любом случае, так они показывают, что хотят от вас что-то. А вы счастливый владелец собаки? Есть ли у вашей собаки привычки, о которых мы сейчас говорили? Расскажите об этом в комментариях. Ставьте лайк, если вы любите собак так же, как и мы. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok